И так, ребята, я всех приветствую. Мы продолжаем прохождение, но, скорее всего, даже мы его завершим в этой серии. Но самое время взглянуть в глаза всей сути происходящего, мне кажется, именно за дверью всё это раскроется. Наконец-то! Всё в порядке. Я здесь чуть не умер. Ты прав, эта комната меня просто повергла в шок. В общем, я обыскала всю гостиницу, и если у меня есть хоть какая-то возможность докопаться до истины в этой истории, то она лежит за последней дверью на последнем этаже, на чердаке. Это крыло было заброшено много лет назад. Я знаю, я осторожно. Хорошо. Слишком многое я принимала как должное, словно кто-то выставлял передо мной фрагменты моего прошлого, чтобы я могла увидеть их в новом сфере. О чём ты говоришь, Никки? Может быть, это мой отец. Внутри моей музыкальной шкатулки была медаль, которую я выиграла в ту ночь, когда погибла Рейчел. Возможно, отец положил её туда, и если он это сделал, значит, на то была причина. Полное безумие. Ночь, когда погибла Рейчел, может, стоит начать оттуда. Помню, я играла тогда в хоккей. Долгая была игра. Но что происходило тем временем? Ты помнишь ту ночь, Ирвин? Кажется, я был в церкви с семьёй. В церкви. В ту ночь служили вечерю для бедных. У нас это устраивали каждый год. Мама, как всегда, вызвалась отвезти меня на игру, но она была так занята с бесплатной столовой, что я боялась, что она опоздает. Помню, пока носилась из стороны в сторону, она сказала... Точнее, она приказала закрыть антресоль. Ты имеешь в виду промежуточный этаж между стойкой администрации? Что там? Кладовая. Ты там уже была? Нет, я совсем забыла об этом месте. Лучше заглянуть туда, прежде чем двигаться дальше. Да? Ух, какая она криповая, эта комната. Ну ладно, вернёмся несколько назад. Посмотрим, что там. Видимо, это то место, где игровые автоматы стоят. Но это, с одной стороны, ни хрена не антресоль. Ну, а чё написано? Думаю, стоит осмотреть мезонин. Всё самое лучшее, интересное, всегда находится где-то посередине. Ну, сейчас разберёмся. Я подойду к карте, которая здесь. И уже прямо перед ней сориентируюсь, чё кого. Так. Холл. Китчен. Это точно на этом этаже? Она действительно так лежала? Возможно, я что-то туплю. Так. Ну, вот это вот этот мезонин, судя по всему. Не знаю. А-а-а, вот. Ну, я, скорее, случайно угадал. Ух ты. Чё вы тут делаете? Ирвинг? Холло? Ты меня слышишь? Я на антресоле, и это просто какой-то кошмар. Я на антресоле, и это просто какой-то кошмар. Повсюду манекены. Они расставлены так, будто изображают какую-то сцену. У одного в руках хоккейная клюшка. Стоп, какого хрена? Это моя клюшка. Если ты меня слышишь, кто-то устроил весь этот спектакль, кем бы он не был, я думаю, он хочет сказать мне, что Рэйчел убили. Но при чём здесь моя клюшка? Но почему моя хоккейная клюшка? Алло? Алло? Господи, почему он не отвечает? Ирвин, клянусь тебе, я не шучу, это очень серьёзно. Если ты меня слышишь, пора звонить по красному телефону. Где ты, Николь? Ох, наконец-то. Ты слышал мои сообщения? Сколько дверей ты открыла, Николь? Сколько ещё не хватает? Ты что, пьяный? Продолжай. Алло? Алло, Ирвин? Так, и чё мне делать? Ирвин, что ты делаешь? Что скрывается с запертой дверью на втором этаже? Запертая дверь на втором этаже? А, за той самой. Сейчас мы и узнаем. О, приветики. Какие-то провода туда ведут. Ага, вот комната Ботяни тут, судя по всему. Полагаю, ты нашла мою комнату. Что? Что всё это значит? Это вопрос, я задавал самому себе я много раз. Что всё это значит, Ирвин? Как долго ты... Как далеко ты готов зайти? Сколько ты ещё можешь всё выдержать? Что? Каждое воспоминание, собранное по крупицам, каждый восстановленный фрагмент, каждая деталь возвращения из тьмы забытия. Фотография, лента для волос, помада, всё это воспоминания о Рэйчел. Вот что всё это значит. Я не выбирал этот путь. Я был обязан это сделать. Что ты сделал, Ирвин? Сам воздух здесь пропитан воспоминаниями. Они просачиваются в стены и доски между этажами и заполняют вентиляции и служебные комнаты. Ты не из агентства по чрезвычайным ситуациям, ты Дженкинс, ты ведь никогда не говорил с ним. Твой босс, телефонный звонок, все эти странные события, ты всё это подстроил. Кто-то должен был сделать так, чтобы здесь оказался последний фрагмент этой мозаики воспоминаний. Самый важный фрагмент. Нет, ты. Ты. Я? Я... 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 Мы долгие годы этим занимались снова и снова, день за днём. Сплошная ложь. Я ничего не имею против лжи, я рос в её окружении, но сейчас наконец-таки настало время для правды. Кто ты на самом деле? Я хочу рассказать тебе историю. Жил-то был один мальчик, невидимка. Как и все, он просто хотел играть на траве, кататься на велосипеде, летом купаться в озере, но у его отца... У его отца были совсем другие планы на его душу. О, это... Понят, священник, видимо. В его мрачном мире, сотканном из молчания и молитв, сияла лишь одна звезда. Его замечательная сестра. Райское сознание, которое часами напролёт тайком рассказывало ему сказки. Она говорила ему о том, какими свободными и сильным человеком она жаждет стать. Рэйчел? Именно такой она была, свободной и сильной. В то время я не понимал, что это дислексия и что это значит отсталая. О, что ретарда означает. Ретарда. Это, что они называли в школе. Так её называли в школе, но я слышал, как она плачет по ночам. Я хотел защитить её, но не мог. Я хотел защитить её. Но я не мог. Однажды, это прекрасное лучезарное сознание встретило кое-кого. Человека, который смог увидеть и оценить её истинную сущность. Моего папу. Да, и я стал невидимым свидетелем случившегося. Любовь. Всего-навсего любовь. Не более и не менее. Но их любовь оказалась запретной, а за нарушение запретов полагается наказание. Кто заплатит за эту любовь, Николь? Рэйчел. Рэйчел была твоей сестрой, теперь я вспомнила. Ты была слишком поглощена своей ненавистью к Рэйчел, что не заметила наивного мальчишку, что порой таскался рядом с ней. Я не ненавидела твою сестру, я просто ей завидовала. Это не важно. Те дни давно позади. Как я могла тебя забыть? Меня растили невидимкой. И чего ты от меня хочешь? Тот день, когда моя сестра ценой своей жизни заплатила за свою любовь, умерли все мы. А сейчас мы с тобой пытаемся восстановить историю Тимберлайна. Это была трагедия, но ты... Мы все застыли там, в той самой комнате, в том запнутом горизонте событий. Скоро ты все поймешь. Ведь ты уже начала понимать. Я хочу знать, чего ты от меня хочешь. Ты должна двигаться дальше, чтобы сделать и узнать то, чего я не смог. Ты станешь новым свидетелем. Это твой долг перед нами, и это твой долг перед ней. Ты предоставляешь нам, и ты предоставляешь ее. Весьма красиво тут. Ключик я попозже возьму. Я сначала посмотрю, что здесь. Пытащик весь. Давно мне не приходилось пользоваться этой камерой. Кажется, я последний раз включал ее, когда ты еще училась в начальной школе. Наверное, завещание лучше начать в спокойных и выдержанных тонах. Николь, моя дорогая дочь. И так далее, и так далее. Сдержанно, серьезно, уверенно и решительно. Но я лучше спрошу, как ты? Как ты, Никки? Должно быть, ты устала. Могу себе представить, ты уже проделала Большой Путины, и наверняка этот старый отель уже давно нашептывает тебе все свои тайны. Ты всегда умела решать загадки. В этом ты больше всего похожа на мать, чем на меня. Кирюин всегда был убежден, что ты и только ты сможешь преодолеть страх и боль, которые источают эти стены. Мы пытались, мы ждали, мы боялись, мы наблюдали, мы слушали ее. Но даже всей любви на свете не хватило, чтобы понять смысл этих приглушенных звуков, этих широко раскрытых глаз, этих светящихся слез. В твоем пространстве и времени, в твоем мире, меня уже не будет рядом с тобой, но это не имеет значения, поверь мне. Не имеет. Фото повторяются. У меня новая теория, Ники. Любовь есть, и она вокруг нас. В деревянных досках, на которых ты стоишь, в стенах, которые поддерживают этот отель. В воздухе, которым ты дышишь. О ком ты говоришь? А иногда она ненавидит. Ненавидит тех, кто позволил ей свершиться. Тех, кто отбросил ее из-за своего безразличия. Тех, кто не может ее признать. Звезды ведь продолжают излучать свет, даже после того, как погибают, верно? Здесь очень много света. Я вижу этот свет в смерти. Я хочу освободиться от этой тьмы. Я больше не вижу звезд. Я устал выживать в этом чистилище. Ну, как ты, Ники? Как ты, Ники? Я в порядке. Я буду в порядке. Я буду... ...в порядке. Ники, ты должна понять, о чем говорит Рэйчел. Она здесь. Мордор. Убийца. Какая жесть. А что, что, куда? Рэйчел и Леонард. Рэйчел и Леонард. Но они не ходят. Так, ну я взял ключ. Отчего он? Внутри машины, Клэр. О, самое начало вы мне предлагаете вернуться. Ну, давайте. Вернемся в самое начало. Это ключи от нашей машины? Действительно? Просто они как-то не похожи на автомобильные. Ух ты. Опа. Леонард был особенным человеком. В его огромном сердце хватало любви и на тебя, и на Рэйчел. Я лучше, чем кто-либо знаю, какое сердце у моего отца. Ты была лишь завистливым ребенком. Даже не думай пытаться вызвать у меня чувство вины. Я просто хочу докопаться до истины. Почему ты не рассказал мне правду? Тебе? То и Николь, что считала необходимость питаться бабами самой страшной трагедией в своей жизни? То и Николь, что мечтала поскорее разобраться с делами и сбежать вновь обо всем позабыв? Ты понятия не имеешь, через что мы с мамой прошли. Но ты сильно изменилась с тех пор, как приехала сюда. Теперь ты можешь раскрыть правду. Раньше эта правда бы уничтожила тебя. Я не лгал тебе. Я тебя защищал. Послушай, мне жаль, что это случилось с Рэйчел. Я ненавидела ее. И ненавидела своего отца. Но я не хотела, чтобы все закончилось вот так. Я понимаю, какую боль ты испытываешь. Может быть, я даже понимаю, что это лучше, чем кто-либо... Либо предательство, позор, смерть. Моя семья была уничтожена точно так же, как и твоя. Сколько мы еще должны терпеть эту боль? Скоро все будет кончено. Что я должна знать? Тебе нужна правда. Что ж, я тебе это дать не могу. Я уже поделился с тобой всем, что у меня было. Теперь ты должна соединить все кусочки вместе. Что это значит? Твой отец всегда говорил, что каждый из нас это сумма людей, которых мы берем с собой. А ты бросила этих людей. Здесь, в этом самом месте. Довольно загадок, Ирвин. Я устала. Я устала. Я тоже. Только ты можешь положить конец всей этой истории. Пора открыть последнюю дверь. Автомобильную или вот эту? Так, и что это? Это плед. И что мне с ним делать? Отмыть, отмыть. Что в одеяле? Надо идти в прачечную. Там-то мы и подмоем это одеяло. Так. Я только смутно помню, где это. Через кухню куда-то там. Так. Кухня. Нет, точно не туда. Она где-то здесь. Насколько я помню. Но не так далеко. Я что-то далековато зашел уже. Где-то, где-то, где-то здесь. Или нет? Внизу. Она внизу где-то. Ну, там ли? По-моему... Хм. Так. Да что ж такое-то. Или в подвале все-таки. Ну... А-а-а! Я вспомнил! Нет. Я не буду так заикаться, пока точно не вспомнил. Хотя, вроде бы вспомнил. Подождите. Вот здесь и направо. Ай да я. Ай да я. Зачем нам их терапию? Ух ты. Бракеты. О боже. Как я могла забыть? Как я могла забыть? Я... Я все видела. Я была там. Это у меня... Это было у меня все перед глазами. Глазами ребенка. Это было в ту же ночь, что и игра в Миссуле. Преподобный Фостер был так занят подготовкой еды для бедных в церкви Тимберлайна. И моя мать, Клэр, сказала, что мы успеем вернуться после игры как раз к началу раздачи еды. Она убедила отца помочь преподобному. Он должен был прийти со своей семьей. С тобой и с Рейчел. Да, я помню. Все словно было вчера. Я не могла найти мою клюшку. Я запаниковала и спустилась в гараж. Там была Клэр. Ее лицо было красным. Ее взгляд... Что это был за взгляд? Это было мимолетное чувство. Вот почему я стерла его из памяти. Я должна была стереть его, понимаешь? Как она выглядела? Это была не она. Это было какое-то жуткое существо. Обезумевший, опасный зверь. Я никогда ее так и не видела. Ни до, ни после. Даже на смертном адре. Потом она устала, опустила руки на бедра. Она улыбнулась. И вот передо мной вновь стояла моя мама. Я тогда решила просто, что я переволновалась. Вот мне и чудица всякая. Все-таки впереди была важная игра против старшей школы Колд Спринкс. Я залезла в машину, бросила сумку на заднее сидение. Моя клюшка была там. Клэр сказала, что почистила ее. Клэр сказала, что она почистила ее. Она почистила ее. Продолжай. Нет, я не... Давай. Мы успели вовремя. Началась игра. Лучшая игра в моей жизни и последняя. Клэр сидела на трибунах и изо всех сил болела за меня. А потом она куда-то пропала. Клэр была на бличерах, поддерживая меня и чиривая. И тогда я потеряла с ней. Кажется, она целых два периода, я думаю. Потом, когда я спросила, она сказала, что пересаживалась из-за того, что отец с Марти о Доннелла ей мешал. Но это была ложь. Вот да не гала. Этого времени как раз хватит, чтобы вернуться в машину. Не говори этого, Ирвин. Не говори этого. Ничего не говори. Я не... Я ехала в одной машине вместе с трупом Рэйчел и ее нерожденного ребенка в багажнике, завернутая в одеяло. Господи, она убила Рэйчел. В трупом Рэйчел. О, мой Бог. Она убила Рэйчел. Спасибо, Никки. Ты отомстил. Надеюсь, теперь ты сможешь обрести покой, к которому стремился. Я хотел, чтобы ты помогла мне раскрыть правду. Хочешь сказать, ты не знал, что Клэр... Ты не знал, что Клэр... Я был всего лишь ребенком. Плюс, она не хотела, чтобы я докопался до истины. Рэйчел, она... Она здесь? Знаешь, мне кажется, она до сих пор меня защищает, но я уже вырос. Теперь мы, наконец-то, снова сможем воссоединиться. Но я взрослый сейчас. Сейчас... Мы все могут быть разъединены в последнее время. Что? Постой, куда ты? Послушай, мы со всем разберемся. Вся эта история просто кошмар. Но все главные действующие лица уже давно мертвы, так? Мертвы, а мы еще живы, понимаешь? Мы живы. Я и ты, мы ничего не сделали. Мы все еще живы. Мы живы. Я, ты. Мы... Мы ничего не сделали. Именно в этом мы и виноваты, Николь. Мы ничего не сделали. Мы ничего не сделали. Здесь красиво. Рэйчел столько раз мне об этом рассказывала, но я и не думал, что здесь так красиво. Я никогда не думал, что это так красиво. Что? Ирвин, где ты? Там, за горами, все белым-бело. До самого горизонта, насколько хватает глаз. Ты... Ты вышел из гостиницы? Но сейчас слишком холодно. Ты замерзнешь насмерть. Ирвин, пожалуйста. Ты умерла там, Ирвин. Пожалуйста. Я долгие годы жил во тьме. Ты освободила меня, и я наконец могу обрести покой в объятиях света. И я могу вернуться к ней. Я могу... И вернуться к ней. Не уходи, ты не можешь. Не бросай меня. Мы же собирались выпить вместе. Я не прощаюсь. Моя сильная, упрямая, прагматичная Ники. Мы встретимся снова, в другое время, за рамками этого горизонта событий. Все это... Нирвин? Я не хочу оставаться здесь одна. Я... Все это становится слишком мрачным. Мне страшно. Я... Я... Кто там? Рэйчел? Это ты? Это ты? Опа. Это все? Николь? Николь, это Дженкинс, адвокат. Наконец-то я до тебя дозвонился. Ты не представляешь, как долго я пытался связаться с тобой. Я тебя не слышу. Связь очень плохая. Как у тебя дела? Я очень волновался из-за этой бури. Все в порядке. Отлично. Ты уверена, что... Послушайте, я больше не хочу продавать гостиницу. Что? Не связь, а черти что? Я не расслышал. Что ты сказала? Я больше не хочу продавать гостиницу. Вы были очень добры. Ваша работа окончена. Спасибо. О, что ж, я все понимаю. В конце концов, ты хозяйка, и только тебе решать. Но, может быть, нам стоит обсудить все лично. Я бы очень хотел понять, что происходит. Твое решение... Я вернусь домой. Я вернулась домой, и я должна остаться здесь навсегда. Секунду, нам еще нужно кое-что обсудить. Мой гонорар... Знаешь, мама, я подумывала о том, чтобы сходить к озеру. Помнишь, как мы ездили к дяде Джону в прошлом году? Мы с папой начали говорить о звездах, днем их не было видно. Но они всегда на своем месте. Что скажешь? Я бы очень этого хотела. Можно было бы поужинать в кафе у смерти. Смита на берегу реки. Рэчел и Ирвин могли бы пойти с нами. Что скажешь? Было бы здорово собраться всем вместе. Мама, папа, было очень здорово. Было бы очень здорово. А, она трубу протянула в машину. Вот оно что. Постой, я же сделала все, о чем ты просил. Останови это, пожалуйста. Ненависть не должна управлять нашей жизнью. Ты сам так сказал. Мне страшно. Я не хочу умирать. Все вокруг темнеет. Я не хочу умирать. Я не могу видеть. Слышь. Я не хочу умирать. Я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это действительно все. Ну что ж, вот мы и закончили прохождение этой игры. Она несколько очень сильно, я бы сказал, выбивается из всех предыдущих проектов Дедалик Энтертеймент. Но, как бы то ни было, это был интересный опыт. Вот, но скажу честно, что все-таки очень непривычно, прям очень. Я буду ждать чего-то из разряда первого творчества Дедалик. Поэтому надеюсь, что вам это прохождение понравилось. Увидимся мы в прохождении других игр. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Пока.